Я надеюсь, вы меня видите. Для меня, для самого немножко в диковину все эти настройки, окна, поэтому я поручил это делаем своим доченькам. И немножко-немножко мы задержались, хотя начали уже 40 минут назад. Я хотел вас всех от души поблагодарить за ту поддержку, которую я испытывал все эти годы, за те письма, за те телеграммы, которые я получал. Но заранее извиняюсь за то, что я не давал ответы. Честно говоря, как-то было не очень приятно отвечать, когда твоя вся почта люстрируется, потому что я считаю, любые письма, телеграммы, открытки, это личное. И у меня, как у Высоцкого, я терпеть не мог, когда чужой читает мои письма, заглядывая мне через плечо. Вот, поэтому я не отвечал, и именно с этим было связано мое молчание. Но при этом вашу поддержку, ваши письма, ваши телеграммы, они на самом деле очень сильно поддерживали меня в тот момент, когда мне было особо тяжело. Огромное спасибо вам за те слова благодарности, которые мне дети дали почитать в нашей группе. Многие из вас переживали, что, может быть, нет необходимости организовывать прямой эфир, боялись каких-то провокаций и так далее. На самом деле, я считаю, что я обязан был выйти в прямой эфир по одной простой причине. У меня сейчас появляется реальная возможность обраститься ко всем членам группы, ко всем тем, кто меня поддерживал эти годы и сказать искренние слова благодарности, поскольку на самом деле у меня такой возможности до этого не было. Сейчас я не скажу, что я прочитал уже все комментарии, всю историю этой группы, но я обязательно прочитаю, я обязательно посмотрю комментарии и по возможности постараюсь связаться, ответить тем людям, которые эти комментарии писали. Огромное спасибо, еще раз повторюсь, наверное, за те слова благодарности, которые в этих комментариях звучали. Со своей стороны, я хотел сказать, ну, как бы эти несколько недель свободы, они, конечно, и пролетели достаточно быстро, и с другой стороны, были достаточно насыщенными. В связи с тем, что все дети мои наконец-таки появились здесь, за исключением моей старшей дочери, она, к сожалению, не смогла вылететь из-за карантина в Швейцарии. Все остальные дети находятся рядом со мной. Вот, я их не видел 11 лет. Вот, и понятно, когда меня арестовали младшие, которых мы называем «лялечки», им было по 9 лет, сейчас им уже 21, это уже вполне состоявшиеся личности. Вот, и общаясь с ними, я заново узнаю уже не тех детей, которые, которых оставил до своего ареста, а узнаю уже сформировавшиеся личности, каждый со своим мнением. Вот, это немножко и странно ощущать, потому что, ну, лялечки, они говорят, пап, когда ты перестанешь называть нас лялечками? Я говорю, понимаете, по-моему, это уже по жизни. Сколько бы вам не было лет, вы лялечками останетесь. Вот, и на самом деле, я, наверное, из-за карантина многое что не успел сделать. Вот, то есть, я единственное, что успел сделать, я, конечно, первый же день, когда приехал, я съездил на могилу к маме, вот, мама похоронена у меня прямо рядом с папой, они лежат вместе, вот, поэтому я находился там, наверное, ну, где-то час-полтора, попросил всех оставить меня одного, у меня было просто очень много, что сказать. Вот, я надеюсь, мои родители меня услышали. Вот, я, на самом деле, человек неверующий, вот, я больше агностик, наверное. То есть, я допускаю, что что-то там есть наверху, но сам, не читая намаз, там, и не следуя никакой из религий, может быть, это, естественно, для человека научного склада ума. Вот, но я считаю, что в любом случае, что-то, если есть там наверху, вот, то, в принципе, наверное, мои родители меня услышали, и мы очень долго, обстоятельно с ними побеседовали. Вот, я, как я уже говорил, все это время потратил на то, чтобы вновь узнать своих детей. Вот, я, честно говоря, рад тому, что из них выросло за эти 11 лет моего отсутствия, потому что каждый из них уже имеет свои какие-то убеждения, свои мнения. Вот, мне было, на самом деле, очень интересно познавать, вот, внутренний мир моих детей. Они, конечно, уже другие. Вот, они имеют немножко другую психологию. У них западное образование, они, наверное, более какие-то раскрепощенные, наверное, более свободные, более смелые в своих суждениях. Вот, это тоже удивительно, когда ты последний раз своего ребенка видел ребенком, и вдруг смотришь и сталкиваешься с мнением взрослого человека, вот, и понимаешь зачастую, что это мнение иногда очень свежо, иногда очень разумно. Вот, и иногда они говорят о знакомых вещах, но имеют совершенно другой взгляд на эти вещи, и ты сам, по-новому, иногда задумываешься над какими-то очевидными вещами. Понятно, что вот этот вот переход от моих представлений о детях, как о детях, и сегодняшнее современное состояние, когда они уже имеют каждое свое мнение, он был для меня необычен, неожиданен, вот, и требовал времени для моего собственного осознания. Хотя, знаете, когда остается последнее мороженое, да, и идет речь о том, кому оно достанется, вот, я опять вижу тех детей, которых я покинул не по своей воле 11 лет назад. Вот, то есть идет шум, гам, там, и используются различные уловки, чтобы это мороженое досталось именно тому, что окажется хитрее. Вот, и впервые за это время сел на велосипед. Причем тоже была интересная ситуация. Я сел на велосипед, поехал, а потом думаю, слушай, а я ездить умею, но было уже поздно. Велосипед ехал под горку, и я понял, что этот вопрос я должен выяснить немедленно, потому что в противном случае, вот, мне грозит попасть уже в травматологию. Вот, ну и выяснил, что вообще на велосипеде, оказывается, ездить умею. Вот, оказывается, если человек раз научился ездить на велосипеде, это, как бы, умение остается с ним по жизни. Поэтому эти дни, я еще раз говорю, они пролетели достаточно быстро, с одной стороны. Вот, но с другой стороны, они были очень насыщенными. Они были очень насыщенными, я немножко, ну, сталкивался с многими вещами, наверное, от которых отвык. Вот, я сталкивался с тем, что никто не ограничивает твою свободу. Я сталкивался с тем, что ты устанавливаешь себе сам свой режим, который тебе удобен и комфортен. Ты ложишься во сколько хочешь, встаешь во сколько хочешь. Вот, ты гуляешь. Вот, единственное, конечно, мой выход совпал с карантином. Для многих, конечно, карантин, наверное, достаточно серьезное испытание. Вот, это замкнутое помещение, нельзя выходить, если ты выходишь, то максимум, там, во двор. Вот, но для меня, поверьте, карантин – это достаточно привычная обстановка, поэтому я себя чувствовал абсолютно комфортно, потому что я проводил вроде как и в замкнутом помещении, но с людьми, которые мне приятны, вот, в окружении людей, которых я люблю, вот, и получал огромный объем информации, который мне интересен. Вот, этим отличается вот мое сегодняшнее такое заточение от того, что было до этого 11 лет, на протяжении 11 лет. Значит, возвращаясь к тем вопросам, я на самом деле, действительно, мне было интересно, все-таки, что в первую очередь интересует вас в моем выступлении, вот, и там я смотрел, задавались вопросы по экономике, по тому текущему состоянию в стране, вот, я могу сказать одно, что я никогда не давал скоропалительных заключений, то есть я никогда не давал заключений, когда нету полной информации, и я не провел анализ этой информации, вот. Именно с этим связана, наверное, та репутация, которая есть у меня, я никогда не даю заключений по вопросам, в которых я не разобрался. Поэтому, к сожалению, дать вам какие-то комментарии сейчас по экономике, развернутые, расширенные, я не могу по одной простой причине, у меня нет информации, у меня нет анализа этой информации. Есть еще одна проблема, связанная с состоянием здоровья. К сожалению, реально, как бы, плодотворно трудиться, я могу сейчас где-то, ну, не более двух часов в сутки, потому что как только больше я начинаю, как бы, напрягаться, вот, у меня начинает скакать давление, и, в общем, получается, я не сильно работоспособен сейчас. Вот, поэтому, как бы, и сейчас провести анализ, получить всю информацию, дать какие-то выходы из ситуации, которые будут в стране, мне достаточно сложно. Вот, потому что для этого, я еще раз говорю, необходимо получить информацию, проанализировать, после анализа возникнут опять вопросы по информации, получить дополнительную информацию, и только проанализировав уже в очередной раз всю полную информацию, можно предлагать какие-то реальные механизмы выхода из ситуации. Понятно, общие механизмы, они есть, они используются во всех странах. Вот, я думаю, как бы, я здесь не открою ни для кого велосипед, то есть, ну, каждый из грамотных людей может посмотреть, что делается в тех или иных странах для облегчения выхода из кризисной ситуации. Вот, и здесь на самом деле не секрет, что, как бы, эти механизмы какие-то стандартные, типовые есть, но каждая страна, вот, каждая экономика, она имеет свою особенность. Вот, где-то экономика аграрная, где-то экономика экспортно-ориентированная, где-то экономика энергоэкспортная и так далее, и так далее. То есть, все зависит от каждой страны, вот, и необходимо знать цифры для того, чтобы дать какие-то четкие, грамотные экономические консультации. Вот, и еще раз повторюсь, я никогда в своей жизни не рассуждал по вопросам, в которых я до конца некомпетентен. Здесь я вам сейчас признаю, что на самом деле давать какие-то экономические рекомендации сегодня, вот, конкретные экономические рекомендации, я не готов по одной простой причине. Я не владею информацией, у меня ее нет. Вот, я не проанализировал информацию, которой у меня нет. Вот, и я не могу, к сожалению, этого сделать в силу состояния сегодняшнего здоровья, потому что я, в общем-то, являюсь, ну, так скажем так, относительно трудоспособным. Вот, отсюда я хотел бы перейти на вопросы по состоянию здоровья, которые тоже в ваших сообщениях были. Поскольку сейчас я, мой выход совпал с карантином, вот, понятно, о каком-то полномасштабном медицинском обследовании сейчас речи идти не может, поскольку вы все понимаете, что на сегодняшний момент медицина у нас работает только по экстренным случаям, провести нормальные медицинские обследования невозможно, то есть я, как все граждане нашей страны, жду окончания карантина, жду окончания вот этой пандемии. Вот, и я считаю, что на самом деле пандемия, которая постигла и нашу страну тоже, это не наша с вами вина. Пандемия не появилась в Казахстане. Вот, пандемия привнесена извне Казахстана. Здесь нет виноватых, здесь нет тех, кто виновен в этом. Вот, это пандемия, это вирус. Вот, но за распространение эпидемии внутри страны, я считаю, отвечает каждая нация сама. Вы видите на примере, допустим, той же Италии, Испании, да? То есть я считаю, эти страны, они подошли достаточно легкомысленно к тому, чтобы пандемия всемирная не переросла в эпидемию в этих странах. И вот это их немножко такое наплевательское отношение к карантину, вот такая небольшая шапка закидательства, оно привело к тому, что на сегодняшний момент и итальянская медицина, да, испанская медицина, вот, они испытывают огромные-огромные сложности с тем наплывом больных, который появился. Вот, я считаю, что распространение эпидемии в каждой стране, это на самом деле мера ответственности, мера дисциплины каждой нации. Вот, и здесь, конечно, хотелось бы понимать, что сегодняшняя ситуация с карантином, она на самом деле объективна. Вот, представьте, ну, во-первых, давайте коснемся вопроса кризиса, да? Ни для кого не секрет, что идет и грядет реальный мировой кризис, связанный с тем, что из-за пандемии огромное количество предприятий встало. То есть требуется сейчас гораздо меньшее количество сырьевых ресурсов. Это означает, многие страны экспортно-ориентированные на поставки сырья, они начинают испытывать недостатки падения цен на сырье, уменьшение потребностей. Вот, если мы раньше сталкивались с падением цены на нефть, это был 97-й год, и тогда цена на нефть падала достаточно сильно, но в то время работали другие отрасли экономики. Вот, и худо-бедно другие отрасли экономики давали какой-то определенный вклад в бюджет. На сегодняшний момент, помимо того, что цена на нефть упала, фатастрофически, вот, остальные отрасли экономики, которые также вносят достаточно большой вклад в наш общий ВВП нашей страны, они перестают работать, перестают работать сферы услуг, перестают работать огромное количество транспортных услуг, исчезают, понимаете, и так далее. И у нас получается огромное количество предприятий, которые в 97-м году хоть какой-то вклад вносили в бюджет страны, на сегодняшний момент этот вклад носить не будут. Более того, они нуждаются в государственной поддержке. Они нуждаются в государственной поддержке. В противном случае, после того, как наступит так называемый отскок, то есть это период после карантина, вот, если не делать господдержку этих отраслей, конечно, то это может привести к тому, что огромное количество людей окажется без рабочих мест. Вот, и поэтому этот кризис, по сравнению с 97-м кризисом, он гораздо будет тяжелее в связи с тем, что отсутствует налоговое поступление от других отраслей, которые в 97-м году работали, раз. Во-вторых, в период карантина, в период, пока мы не работаем, предприятия не работают, необходимо получать зарплату. То есть я общался здесь и с предпринимателями, которые, в принципе, не получая никакого дохода, платят своим сотрудникам зарплаты, платят свои коммунальные услуги и так далее. Не имея дохода, они несут расходную часть. На них ложатся кредиты, на них ложатся выплаты по зарплатам, они их не останавливают, они несут убытки. Вот, и мы должны понимать, что на самом деле это вторая дополнительная нагрузка, которая ляжет на бюджет. Поэтому говорить, когда мы говорим о кризисе, связанном с пандемией, с эпидемией, коронавирусом, он, конечно, гораздо сложнее, чем тот кризис простого падения цены на нефть. Потому что в данной ситуации падение цены на нефть, это просто, скажем, следствие общего снижения потребления в мире. И поэтому, если посмотреть на примеры, опять возвращаясь, Италии и Испании, если мы позволим себе эпидемии зайти так же далеко, как в этих странах, то дополнительная нагрузка и так в условиях кризиса на нашу страну, она будет просто колоссальной. Вот, если вы посмотрите на Италию и Испанию, это страны все-таки с более развитой инфраструктурой, с меньшими территориями, с большей плотностью населения, с более развитой системой медицины, они захлебываются и не справляются с тем потоком больных, которые есть. Если то же самое в таких же масштабах обрушится на нашу страну, конечно, она будет гораздо сложнее. И это усугубит тот общий кризис, который идет. Поэтому те меры по карантину, которые есть, которым я тоже следую сейчас. Я вам говорил, что никаких обследований, ничего, я не могу проводить, пока не закончится карантин. Я считаю, это мера необходимая для нас. Потому что, еще раз я повторюсь, наверное, эпидемия, пандемия, это не наша с вами вина, но если мы допустим полномасштабную эпидемию в нашей стране, это будет, конечно, наша вина. Это ляжет, опять же, на наши клещи. Понимаете? Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Я всегда повторял это своим сотрудникам в компании Казатамбро. Когда мы выходили из кризиса, я всегда говорил, что мы должны рассчитывать ровно настолько, насколько мы с вами заработали и сколько у нас есть в запасе. Рассчитывать на какую-то помощь извне, ну, я думаю, вы сами прекрасно понимаете, когда происходит такая ситуация, каждая страна в первую очередь заботится о своих гражданах. Вот это вот что касается карантина, кризиса и моих мнений о экономических мерах, которые необходимо принимать в стране и так далее, и так далее. Значит, со своей стороны, есть много еще вопросов, связанных с моими дальнейшими планами. Ну, в первую очередь, конечно, мои дальнейшие планы зависят от моего состояния здоровья. Я думаю, как бы этот эфир, это не, это первый эфир, но он не последний эфир. Вот, поэтому в дальнейшем, как бы, может быть, я там буду выходить какими-то там, как мне сказали, видео чего-то, комментариями там и так далее. Вот, это вот то, что мне дети сказали. Вот, это, я так понял, будет записано некие видео, которые будут выставляться. Вот, может быть, в таком ключе будем общаться в будущем, да. Я думаю, для тех, кому это интересно, я буду информировать, вот, как в целом, ну, что происходит, какие события происходят со мной, с моей семьей. Вот. Вот, но в будущем, я еще раз говорю, пока я так далеко не заглядываю, то есть первая основная задача мне, конечно, пройти обследование, найти причину вот этих скачков давления. Я, на самом деле, как физик уже какие-то свои гипотезы имею, вот, мне осталось просто надо пройти обследование и поговорить с медиками. Вот, мои физические рассуждения, они имеют какое-то отношение к медицине или нет? Вот, если они меня раскритикуют, то тогда сори. Вот, если вдруг окажется, что на самом деле эту причину, которую я сам так думаю, я нашел, в тех скачках давления, которые у меня есть, вот, то мы будем искать просто те клиники и тех врачей, которые наиболее сильные в этой области, чтобы исправить эту проблему. Вот, поэтому вот основное, конечно, на первом месте стоит это состояние здоровья. Вот, я сейчас пока загадывать не буду, потому что очень сложно сказать, удастся ли мне нормализовать свое здоровье. Если это удастся нормализовать и восстановить свою работоспособность, конечно, у меня есть в голове определенные планы там, связанные там, ну, в первую очередь, наверное, с тем, что мне знакомо, это энергетика, развитие энергетики. Вот, вы видели пост, который вывесила моя старшая дочь, это вот был случай, ну, она в преамбуле немножко рассказала, то есть в один прекрасный зимний день я проснулся утром и с удивлением обнаружил, что ночью мне приснился сон, в котором я гуляю там с бывшим моим коллегой, замминистром энергетики, промышленности, индустрии, торговли Японии, и он мне жалуется на то, что после Фукусима у них там есть проблемы определенные с концепцией развития энергетики в Японии. Вот, и проснувшись, первая мысль была такая, я думаю, странно, за 11 лет он, во-первых, впервые мне приснился, из какой стати вообще мне приснился сон про проблемы японской энергетики. Вот, но поскольку время было, и какое-то такое вдохновение было, я в течение там двух дней написал как бы свое видение, как должна развиваться энергетика в Японии, ну вот мое видение, что необходимо японцам сделать для того, чтобы получить устойчивое развитие энергетики на сегодня и на будущее, особенно в рамках состоявшейся вот этой трагедии Фукусима. Вот, и то, что я написал на свидании со своей старшей дочерью, я и передал, и попросил перевести на английский язык и отправить вот господину Мачезуке. Вот, его еще необходимо было тоже найти. Ну, вы бы видели лица администрации, когда я шел с этими листками на свидание к своей старшей дочери, и они спросили, Мухтар Кынч, а это что у вас? Я говорю, это концепция развития энергетики Японии. Вот, их лица были, конечно, ну это надо было заснять на видео. И мое лицо, и их, они посмотрели на меня и думают, может быть у него из-за давления уже с головой что-то не в порядке. Вот, потом полистав мои листы, они поняли, что я действительно чего-то несу по энергетике. Вот, но в оконцовке вы видели пост, то есть, как ни странно, то, что я написал, оно достигло адреса, а то мы нашли господина Мачезуке, он, правда, уже бывший замминистр японский, но он сейчас возглавляет компанию Хитачи. Вот, так что он не ушел на покой, он не пенсионер, он просто теперь ушел с государственной службы и возглавил компанию Хитачи. Вот, поэтому, получив это письмо, я так понимаю, он передал его в министерство, там есть люди еще, которые, которые, по крайней мере, меня помнят, и которых помню я, но тогда они, 11 лет назад, они, конечно, занимали не ключевые посты, были такими очень многообещающими молодыми ребятами, которые сейчас превратились уже в директоров департаментов, и стали достаточно ключевыми в японском министерстве. То есть им были переданы мои записки, ну и ответ вы видели сами. Вот, поэтому это те просто знания, которые, скажем так, до моего ареста, я знал про энергетику Японии, это то, что я знал про энергетику Японии. К сожалению, за те 11 лет, пока я находился в местах не столь отдаленных, у меня не было никакой информации про японскую энергетику, там, ну, понятно, я слышал про катастрофу Фукусимии, то это уже, как бы, я услышал где-то в 13-14 году, постфактум. Вот, я узнал, что на год была приостановлена выработка и генерация электроэнергии на атомных станциях в Японии. Вот, потом, в любом случае, как бы японцы, ну, баланс электроэнергии в Японии таков, что они не могут обойтись без атомных станций. И, в принципе, я считаю, что за атомной энергетикой все равно есть огромное будущее, потому что энергопотребление человечества в целом растет, вы знаете все проблемы, связанные с выбросами, вот, и сейчас, вот, в частности, Европой в концепции зеленой энергетики принято то, что в состав зеленой энергетики также вошла атомная энергетика. То есть атомная энергетика получит все-таки второе дыхание уже и в Европе, поскольку она включена в состав источников, которые не дают выбросов и не загрязняют окружающую среду. Вот, поэтому я считаю, что достаточно большое будущее у атомной энергетики все равно есть, а никуда мы не денемся. Это не вопрос любви и нелюбви к атомной энергетике. У нас зачастую, понимаете, люди принимают решение не опираясь на полный объем информации. Мы говорим, атомная энергетика, это там опасно, это страшно. Понимаете, все эти атомные станции, которые сегодня, на сегодняшний момент работают, большинство из них, те же, та же Фукусима в Японии, это все-таки атомные станции, построенные в прошлом веке, в 70-х годах. Это, ну, не знаю, так же, как вот если вас посадить на машину там 30-х годов, вот, и вы поедете на современной машине, конечно, уровень безопасности перемещения на этих двух машинах, он разный совершенно. И поэтому, как бы, если сейчас появятся, как бы, новые атомные станции, они есть там, поколение 3+, уже, они достаточно безопасны, эти атомные станции. Вот, если эти атомные станции придут на смену тем старым станциям, которые продолжают функционировать, то, конечно, мы резко увеличиваем безопасность атомной энергетики. Вот. Критики атомной энергетики зачастую говорят также о том, что нет решения проблемы с радиоактивными отходами. Да, когда речь звучит так, что нет решения проблемы с радиоактивными отходами, это звучит некрасиво. Но на самом деле, если эти радиоактивные отходы, о которых идет речь, становится источником сырья для новых атомных станций, это фактически вечный двигатель, бесконечная энергия. Это уже не радиоактивные отходы, это источник электроэнергии для станций нового поколения. Более того, ну, эту идею, вот как раз мы обсуждали, я описывал в своем письме господину Мачезуки, я говорил о развитии так называемой параллельно водородной энергетики. То есть, новые атомные станции имеют достаточно высокую температуру. Вот, и поэтому вы знаете, что диссоциация воды экономически целесообразно происходит при температурах свыше 670 градусов по Цельсию. В новых атомных станциях температура достигает 950 градусов по Цельсию. Это означает, в качестве паразитного тепла, если мы забираем это паразитное тепло на диссоциацию воды, то мы получим с вами бесплатный водород. Вот, а получив бесплатный водород, мы получим фактически топливо для автомобилей, которое не будет загрязнять окружающую среду, и фактически атомная энергетика выйдет на рынок топлива, который является триллионным. То есть, любые затраты на разработку этих новых атомных станций, они будут оправданы, поскольку тогда атомная энергетика выйдет на топливный рынок. Ну, это я немножко уже вдаюсь в детали, да, которые, может быть, неинтересны, могут, или может стать, скажем так, источником каких-то новых видеообращений, видеоблогов. Вот, сейчас я хочу, наверное, посмотреть вопросы, потому что я не успеваю смотреть туда и говорить с вами. Поэтому я попросил своих дочерей, чтобы они записывали, и вот они меня сейчас уже дергают за руку и говорят, настало время вопросов, и хватит рассказывать про будущее атомной энергетики. Сел на своего конька. Критика такая идет со стороны моих дочерей. Вот, они меня лично критикуют. Ну, они взрослые уже, ничего с ними не здесь. Так, значит, первое, здоровье. Ну, по здоровью я, по-моему, вроде все рассказал. Дети на свидание приезжали, конечно. Вот, вся проблема была в том, что свиданий мало. То есть, есть только четыре свидания в год. Ну, вот, и часто, как бы, получалось так, дети, когда были несовершеннолетними, на одно свидание могли зайти, как бы, все дети. Но после того, как дети становились совершеннолетними, на свидание может зайти только два совершеннолетних человека. И вот, приезжает четверо детей, зайти могут только двое. У них был целый график, когда они менялись, кто когда папу видел, и так далее, и так далее. задумки о профессиональных, что это? О профессиональной деятельности, дальнейшей. Ну, я сказал, по профессиональной деятельности, если все удачно получится с тем, чтобы нормализовать состояние здоровья, я буду заниматься тем, что я, как бы, ну, привык делать, что мне нравится делать. Создавать рабочие места, строить предприятия, делать то, что до меня никто не делал. Вот. Запускать то, что до меня не было запущено. Вот, что это будет? Еще сказать сложно, но что-то будет обязательно. Так, насколько вирус опасен? Я... Насколько вирус опасен? Сейчас, секундочку, и что там? Сколько вирус? Правильно ли останавливать бизнес и экономику в целом? Ну, знаете, когда многие говорят, что на самом деле это обычный вирус гриппа, ну, как таковой опасности не представляет, ну, на самом деле, знаете, статистика говорит об обратном. Если вы посмотрите сейчас на скорость распространения этого гриппа и количество летальных случаев, вот, то на самом деле я бы, наверное, не согласился с теми людьми, которые говорят, что это, в принципе, обычный вирус гриппа и та истерия, которая происходит вокруг этой эпидемии, она специально, как бы, принесена, там, это выгодно каким-то производителям, чего-то там, это выгодно каким-то теневым руководителям экономики, всемирным, имеется в виду, некая такая конспирологическая теория. я считаю, знаете, экономика мира понесла огромные потери, вот, я не думаю, что кто-то из конспирологов что-то на этих потерях получил, вот, потому что, ну, потери настолько велики от общей экономического кризиса, который происходит, что, я думаю, пострадали все, вот, и те, так называемые конспирологи, о которых вы думаете. поэтому я считаю все-таки с точки зрения карантина, да, надо сделать так, чтобы не было того ураганного распространения болезней, которая происходит сейчас, мы увидим, в Европе, в той же Америке, в той же Нью-Йорке себе взять, потому что, вот такого ураганного распространения болезней, мы просто-напросто наша инфраструктура не вытянем. Нас, на самом деле, не так много, 18 миллионов, и очень не хотелось бы терять наших граждан из-за того, что мы несерьезно отнеслись к этой болезни. Вот, когда нам говорят смертность маленькая, но это смертность, понимаете, когда мы говорим языком статистики, да, зачастую мы бываем циничны, вот, но в данной ситуации все-таки, задумайтесь, это чьи-то близкие, чьи-то родные, вот, и любая смерть, которая происходит, тем более, если эта смерть возникла в результате нашей недисциплинированности, подумайте, каждый из вас, сможете ли вы себе простить это? Я думаю, нет. Поэтому, я думаю, лучше нам немножко, как раньше говорили, перебдеть, чем недобдеть. стоит ли строить АЭС в Казахстане? Все про это спрашивают, но не знают, что это. Но здесь я могу, опять же, с вами говорить только на базе тех знаний, которые у меня были 11 лет назад. Тогда мы сталкивались с этой проблемой, с проблемой замещения энергетических мощностей. Вы знаете, очень многие энергетические станции были построены еще при Советском Союзе. Срок действия угольных станций обычно, ну, в среднем, это около 25-30 лет. Если посмотреть по сроку действия угольных станций, большинство из них, как бы, уже имеют предельный срок эксплуатации. Понятно, там проходят ремонты, понятно, там идут замены, но в любом случае угольные станции, а их большинство у нас в Казахстане, они имеют какой-то определенный срок жизни. И когда возникала проблема, в первую очередь, тогда возникала проблема недостатка электроэнергии на юге и избытка на севере. Этот недостаток мы решали путем транспортировки с севера на юг линиями электропередач. Ну, во-первых, идут потери электроэнергии, во-вторых, необходимы, так называемые, поддерживающие мощности. То есть в любом случае нужны какие-то источники энергии на переходе от севера к югу и ближе к югу. Вот, и тогда речь шла о строительстве на Балхаше атомной станции. Вот этот вопрос периодически поднимался, периодически закрывался, но мы сталкивались тогда с одной простой проблемой. Большинство атомных станций, которые есть, которые опробированы и строятся массово, они имеют мощность тысячи мегаватт и больше, тысячи и полторы тысячи мегаватт. Вот, к сожалению, наши линии электропередач, мы находимся на большой территории с небольшой плотностью населения. У нас огромные расстояния. Вот, и наши линии электропередач, конечно, не такие плотные, как в Европе, не такие плотные, как в Америке. Вот, и в случае, когда вы останавливаете атомную станцию на перезагрузку топлива, а это происходит все равно раз в год, то вам необходимо резервировать эту мощность. Ну, попытаюсь объяснить простым языком. Если у вас есть определенное количество электроэнергии в сети, и атомная станция у вас встает на перезагрузку, то для того, чтобы не ронять частоту, вам необходимо вот этот объем энергии, который атомная станция потеряет и вытащит из сети, вам необходимо компенсировать другими источниками. Но полторы тысячи мегаватт это очень много. Получается, отключив атомную станцию, мы фактически можем обрушить энергосистему на юге. Поэтому с точки зрения атомной энергетики, атомные станции большой мощности, они тяжело вписываются в нашу энергосистему. Так было по крайней мере 11 лет назад. Я не знаю, может быть сейчас резко увеличилось энергопотребление на юге, и может оказаться, что там у нас появились какие-то источники, мне сложно сейчас об этом говорить, потому что я не в информации. Но я думаю, этого не произошло. Поэтому атомная станция в Казахстане, да, наверное, нужна. Конечно, она гораздо лучше на Балхаше атомная станция, чем угольная, потому что угольная станция, она дает огромные золоотвалы, это с теми ветрами, которые будут на Балхаше, конечно, будут лететь, эти золоотвалы будут лететь по округе, и будет достаточно сильное засорение экологии. Атомная станция в этом плане, конечно, экологически гораздо более чистая, но нам нужна атомная станция мощностью не более 300 мегаватт. А таких атомных станций, ну, насколько до моего ареста не было, там была одна из атомных станций, которая разрабатывалась, и мы в этом участвовали. Это вы помните, было совместное предприятие наше с россиянами, в котором мы хотели разработать вот такой реактор. Но я не знаю судьбу сейчас ни этого реактора, ни этого совместного предприятия, а таких вот работающих прототипов, существующих атомных станций вот именно такой мощности, ну, пока я не слышал. Может быть, что-то появилось, я думаю, в ближайшее время я могу с ребятами созвониться, узнать, что там есть. Но я не слышал про строительство вот этих атомных станций мощностью 300 мегаватт. То есть, по идее, если строить на Балхаше, нам необходимо не один тысячник, а три по 300. Тогда мы решаем все проблемы с резервированием энергии, и тогда эти станции будут работать в оптимальной нагрузке. И поскольку атомная станция, срок службы ее как минимум 60 лет, то понятно, как бы, тарифы атомных станций, они однозначно всегда дешевле, чем тарифы угольных станций. Это скажется на общем снижении тарифа. Поэтому с точки зрения потребителя это тоже хорошо. Так, что там еще? Такие вопросы. Все ли дети с вами сегодня? Ну, я уже говорил, за исключением моей старшей дочери, внука и зятя, которые оказались в Швейцарии под карантином, поскольку в Швейцарии просто закрыли все остальные дети, к счастью, здесь со мной. Более того, из-за карантина у них отменены занятия, и они занимаются онлайн сейчас, поэтому вместо ожидаемых там неделей, десяти дней, они все это время сидят здесь со мной, и мы этому рады все, и дети, и я, то, что как бы им можно присутствовать удаленно на занятиях, единственное, немножко это, конечно, сказывается на нашем режиме, потому что у них занятия начинают с шесть часов праздницы с Лондоном, занятия в онлайне, которые они ведут, начинаются гораздо поздно, вот, и поэтому они поздно ложатся, и поздно встают, а так, в остальном, конечно, очень здорово, что все дети рядом со мной сейчас. Вот, ну, наверное, я думаю, для первого прямого эфира достаточно, вот, я, опять же, хочу сказать огромную благодарность всем членам моей группы за вашу многолетнюю поддержку, вот, не переживайте, вы очень много переживали, что прямой эфир может стать фатальным, что там появятся какие-то там, как вы их называете, норботы, там еще что-то, которые там задают какие-то вопросы, я смутно понимаю, что это такое, вот, но я, но я за это можете не переживать, вот, поскольку, как бы, ну, во-первых, я не успеваю читать одновременно ваши вопросы и отвечать, вот, я думаю, в дальнейшем у меня такой опыт появится, вот, а во-вторых, ну, поверьте мне, я, в общем-то, привык находиться в обстановке, когда вокруг находится разное количество людей, они совершенно, как бы, своеобразные, разные, понимаете, вот, и, как бы, сбить меня какими-то там вопросами, там, знаете, вывести из себя какими-то комментариями практически невозможно, понимаете, если бы это было возможно, я, наверное, с вами сейчас не общался, я бы эти 11 лет не выдержал, вот, поэтому, к этому я обычно подхожу философски, есть такие слова Эйнштейна, что в мире есть две бесконечные вещи, первая это вселенная, а вторая человеческая глупость, но насчет вселенной я не сильно уверен, вот, поэтому давайте просто с вами не будем обращать внимания на человеческую глупость, вот, а займемся, созерцанием вселенной, посмотрим, какие звезды шикарные, представляете, небо, когда оно не в клеточку, вот, поэтому я еще раз всех вас благодарю, огромное вам спасибо за поддержку, вот, теперь я вот в кругу семьи, у меня есть своя гипотеза о моей болезни, если они медиками подтвердятся, то есть огромный шанс того, что, в общем-то, я с ней справлюсь, вот, а если я справлюсь с этим, то в дальнейшем, конечно, я приложу силы и свои усилия, именно к тому, в чем я считаю себя специалистом и что мне нравится, это создание рабочих мест, создание предприятий и так далее, вот, поэтому огромное вам спасибо за такой повышенный интерес, за ваши пожелания, вот, поэтому на этом я попрошу у вас возможности закончить этот прямой эфир, вот, спасибо вам огромное, я очень рад был всех видеть, хотя я вас не вижу, но я вижу по всплывающемуся здесь с левой стороны сообщением каким-то сердечком, что народу достаточно много, спасибо вам огромное, до свидания до свидания Продолжение следует...